Как вам не стыдно, вы вчера в нашем ресторане проели, прокутили такую сумму, а заплатить отказываетесь? Купите книжку, есть такой писатель Зощенко. Вот почитайте, и вам будет очень-очень легко и хорошо. И Зощенко ему ответит, да, спасибо, но только Зощенко это я. Он вернется с фронта с орденами, и среди наград будет Георгиевский крест. Но куда денешься от зависти, куда денешься от ревности? Да, была жена, был сын, но при этом были увлечения. Они печатают, и знаете, что он будет делать? Он будет вырезать стельки. Друзья, здравствуйте. Сегодня в лектории Достоевский мой новый рассказ и мой новый герой Михаил Михайлович Зощенко. Вот есть такая теория, что мы знакомы с великими через одно или два рукопожатия. Про себя могу сказать это точно, потому что было несколько человек, благодаря которым я могу себя тоже назвать знакомым с Михаилом Михайловичем Зощенко. Это чудесная актриса Мария Владимировна Миронова, мама Андрея Миронова, и когда-то блистательная актриса, на спектакле которой попасть было невозможно. Это большой русский писатель Даниил Александрович Гранин, и большой, а может и великий актер Михаил Михайлович Казаков. Вот в разное время их судьбы оказывались переплетены с судьбой Зощенко, и потом они мне об этом удивительном человеке рассказывали. Мое детское впечатление первое связано с тем самым прекрасным фильмом Гайдая. Вот пусть даже вам будет домашнее задание после того, как я закончу свой рассказ. Пересмотрите эту удивительную ленту. Я уверен, что вы получите большое удовольствие. Когда я произношу имя Зощенко, я мысленно совершаю путешествие по его любимому городу. Город, который имел три имени – Петроград, Ленинград, сегодня снова Петербург. Несколько адресов с именем Михаила Михайловича я сегодня назову. Знаете, я большой поклонник мемориальных досок. Мне кажется, когда мы видим доску на доме, то сразу меняется восприятие этого самого места. И я так раньше переживал, что на канале Грибоедова, на знаменитом писательском недоскребе, как его называли, нет доски с именем Михаила Михайловича. Сегодня эта доска есть. Я счастлив и с гордостью могу вам сказать. Окажетесь вновь в городе на Неве. Или, если вы живете в этом дивном городе, подойдите, посмотрите, вспомните. Михаил Михайлович родился в семье известного мозаичиста. Так назывался мастер, который выкладывал мозаику. Он вообще был художник-передвижник. Так вот, Михаил Иванович Зощенко выполнил очень интересную работу на музее Суворова на Кирочной улице. Это в Петербурге. И вот когда вы подойдете к этому музею, то там с правой стороны, если стоять лицом к фасаду, в нижней части этой мозаики есть такая маленькая-маленькая елочка. На нее, может, ты внимания не обратишь, а обратив, конечно, скажешь, боже мой, что-то какая-то она кривоватая, мне кажется, не кажется. На самом деле так и есть. Только эта работа не Михаила Ивановича Зощенко, а Михаила Михайловича Зощенко, маленького сына этого художника. Вот тот, когда работал над этим заказом, он своему сынишке позволил, ну, тоже что-то такое выложить. Но, правда, его самым известным творением стала, конечно, не мозаика, а сын Миша, да, тот самый, который потом превратится в великого, гениального, знаменитого и, что самое важное, любимого писателя. А мама Елена была писательницей и работала в журнале «Копейка». И рассказывают, что первые рассказы маленького Миши, они, конечно, создавались под влиянием мамы, напоминали ее творения. Вообще ему писать хотелось всегда, как всегда бывает с гениями, наверное. Был почти непонимаем. И даже когда он написал сочинение, Господи, казалось бы, сочинение, ему поставили кол. И для Зощенко это было таким потрясением, что он даже попытался свести счеты жизни. Ну, хорошо, что все это делал так по-мальчишески, неумело. Слава Богу, остался и для истории, остался и для себя, и для своей семьи. Но, тем не менее, какой был, не буду обижать его словом, тщеславный, скажу, чистолюбивый. Вот, чистолюбивый, мне кажется, это комплимент. А вот тщеславный все-таки это обидно. Но с идеей заниматься литературой Зощенко после вот того самого кола почти расстался. Он пошел в университет, поступил на юридический факультет. Правда, пришлось оставить учебу, потому что платить было нечем. А в 1914 году, ведь началась война с немцами, Зощенко отправился на фронт. Он был офицером, прапорщиком. И, как он потом скажет, что в те дни прапорщики жили всего 12 дней. Но Зощенко повезло. Он вернется с фронта с орденами. И среди наград будет Георгиевский крест. А Георгиевский крест – это очень высокая награда, очень ценная, которая вручалась только тем, кто проявил особое мужество. И вот Михаил Михайлович первое мужество проявил на фронте, а потом это мужество придется ему проявлять уже. И в жизни, которая не такая длинная оказалась, как хотелось бы, на фронте случится еще одна трагедия. Михаил Михайлович будет вспоминать, как он почувствует вот этот запах. Это был газ. Это была газовая атака. Один из первых случаев, когда это страшное оружие будет применено при сражении. И Зощенко получил отравление. Да, остался жив, но бесследно это не пройдет. И здоровье будет подорвано раз и навсегда. А чудесный Михаил Казаков, что имя я назвал, замечательный режиссер, замечательный актер, его батюшка ведь тоже был писателем, и тоже жил в том самом доме на канале Грибоедова. И вот Михаил Михайлович рассказывал, что когда он шел из школы домой, на скамеечке сидел, человек в возрасте, как казалось, с шафрановым цветом лица. Я очень запомнил вот это выражение «шафрановое лицо», потому что это последствия той самой газовой атаки. Это был Михаил Михайлович Зощенко, который говорил Казакову, ну что, тезка, посиди со мной, поговорим. Казаков потом мне говорит, боже, какой я был глупый. Присаживался, конечно, чтобы его не обидеть. Но потом старался убежать, ну какие-то там мальчишеские были дела. А ведь это был Зощенко, это была его мудрость, это было его желание разделить со мной время. Ну, как часто мы не понимаем, что в жизни важно, а что нет. А вот вернувшись с фронта, тоже из воспоминаний самого Зощенко, мы узнаем, что он ехал мимо Зимнего дворца. Над Зимним дворцом висел уже красный флаг. Зощенко понял, что да, совсем новое время, новая жизнь наступила. И почему-то Зощенко подумал, что ничего хорошего для него больше не случится. К сожалению, это было такое пророчество, которое сбылось. Вообще, порой хочется ведь какую-то такую мистику вспомнить, припомнить. Но вот Зощенко тоже такой случай однажды произошел. Он с мальчишками стоял и подошел, какой-то там то ли ясновидящий, то ли кто-то, в общем, почему-то он решил предсказать, что же будет дальше. Вы умрете, вы умрете, и вы умрете, сказал он, посмотрев на Зощенко. Про всех нас можно сказать, в общем-то, да. Но он сказал, но станете очень известным. И ушел. Зощенко действительно проживет совсем немного, 63 года, но станет не просто известным, а больше, чем известным. Человеком, о котором хочется вспоминать и сегодня, в веке 21-м. Мне, конечно, очень хочется, чтобы после моего рассказа вы раскрыли книжку Михаила Михайловича, одну из, прочли и сделали подарок, безусловно, себе. Потому что, знаете, это такой укол хорошего настроения, мгновенный. Потом, когда пройдут годы, и у Михаила Михайловича будет депрессия, причем тогда как-то это же не сказали, что такая депрессия медицинская, плохое настроение, да, так это рассматривали. И он пошел к врачу. И врач ему сказал, да господи, что вы из-за ерунды какой-то, наверное, переживаете? Купите книжку, есть такой писатель из Зощенко. Вот почитайте, и вам будет очень-очень легко и хорошо. И Зощенко ему ответит, да, спасибо, но только Зощенко, это я. Возможно, эта история похожа на анекдот, но мне кажется, она очень и очень правдива, потому что сейчас, когда мы совершим путешествие по страницам биографии этого удивительного человека, станет понятно, что тот самый гений, даривший радость миллионам, сам был ли радостен и счастлив едва ли. Вот когда начнется уже новая жизнь, в судьбе Михаила Михайловича появится молодая красавица, ее звали Вера, которая будет делать предложение, она как мудрая женщина, видно, тоже что-то предчувствовала. Два раза ответит ему отказом, на третий раз все-таки согласится, и начнется вот эта очень странная семейная жизнь, а странная потому, что они когда станут жить вместе, Вера скажет, давай у нас будет такой открытый брак, у тебя будет своя жизнь, у меня будет своя жизнь, и Зощенко ей ответит отказом, скажет, нет, брак это брак, но при этом сам будет жить именно так, как, возможно, хотела его супруга. Его первый тираж, в первой книжке, был 2000 экземпляров. Сегодня это считается хороший тираж, а тогда, конечно, это было ничто. Михаил Михайлович был так неуверен в себе, наверное, вспоминая тот самый кол за сочинение, что он попросит, чтобы на книжке не ставили его фамилию, чтобы поставили псевдоним, а вдруг не получится, ну, чтобы не стыдно. Первая же книга пользовалась невероятным успехом, там были постоянные допечатки, постоянные новые издания, и рассказывали, что рабочие вот те самые, что делали набор, книжки тогда ведь именно так выходили, они в голос смеялись, потом говорили, что такого не было никогда, уж приходилось набирать книг немало. А уже все последующие издания Зощенко, это уже были книжки, к тиражам которым прибавлялся ноль, 6 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, и потом уже доходило до того, что есть такой магазин очень хороший, книжный, старый, старый, на Невском проспекте, он неподалеку от дома Михаила Михайловича Зощенко, и вот он выходил из своей квартиры и смотрел в сторону Невского проспекта и видел громадные очереди, очереди из желающих приобрести его книги. Его имя тогда ведь стало почти нарицательным. Тоже, возможно, это анекдот, но мне кажется, очень похож на правду. Есть красивейшая улица в Петербурге, она называется улица Зодчего Росси. И вот говорят, что иногда кондуктор, который не понимал, что такое там Зодчего Росси, он объявлял улица Зощенко России. Между прочим, вот это созвучие Зодчего и Зощенко, оно тоже не случайно. В семье Зощенко такая есть история, не буду называть ее легендой, я думаю, что так оно может и было, что предок был итальянец. Кстати, если мы взглянем на черты лица Михаила Михайловича, то что-то итальянское, мне кажется, разглядеть можно. Так вот, этот итальянец приехал в Петербург строить этот самый город, и так ему понравилось, что он решил остаться, и со временем Зодчий превратился в Зощенко. Ну, собственно, почему нет? А Зощенко разве не был Зодчим? Зодчим вот той самой новой русской литературы, герои, которые очень узнавали себя, хохотали, смеялись, покупали и создавали славу Михаилу Михайловичу. Знаете, до чего доходило? Ну, в лицо же не все знали Зощенко. И он порой получал из ресторанов счета с такими приписками, что как вам не стыдно, вы вчера в нашем ресторане проели, прокутили такую сумму, а заплатить отказываетесь? Вот вам этот счет. Или приходили письма от барышень, которые писали, ну, как же так, Миша, мы с тобой вместе плыли на пароходе, и ты говорил, что теперь мы будем вместе. Где же ты? Я готова. Или приходили такие письма. Дорогой товарищ Мими, ну, Михаил Михайлович, мы безумно втрескались, ну, то есть полюбили ваше творчество. Мы будущие поварихи Рая и Люда, и когда вы придете в нашу столовую, мы будем вас вкусно кормить. Вот было и такое. Но это пока то самое время, когда над судьбой Зощенко ярко-ярко светит солнце, щедро согревает его своими лучами, он очень состоятельный человек, и когда было вручение орденов советским писателям, главный орден в стране советской это был орден Ленина, а второй это был орден Трудового Красного Знамени. Вот Михаил Михайлович тогда получил орден Трудового Красного Знамени, потому что Ленина удостоился Шолохов, Фадеев. Ну, вторая награда тоже была неплохо, он менял адреса. Вот в первые годы власти советской, когда жизнь была очень непростая, Зощенко жил в диске, так назывался Дом искусств, это Невский проспект, дом 15, очень интересный адрес, туда еще Пушкин будет отправлять своего Онегина, чтобы тот лакомился ананасом, золотым и сыром лимбургским живым. А потом там по инициативе Горького будет создан вот тот самый Дом искусств, где писатели создадут свою коммуну, правда, конечно, есть нюанс в его житие-бытие в Доме искусств, он на тот момент был уже женат, и у него был уже сын. И вот жена с сыном жили отдельно, и он к ним приходил. Ну, вот это было так. Но при этом, когда в Ленинграде случилось наводнение, бывают ведь такие происшествия в этом дивном городе на Неве, и Зощенко из окна увидел, как просто ведет себя неприлично Нева, как она поднимается, вызывающе быстро, он тут же первым делом подумал о своей семье и бросился их спасать. Когда опасность, ты думаешь о том, что тебе дорого. А семья, жена, сын для Михаила Михайловича были дороги очень. Ну, а потом, когда уже будут тиражи, когда уже будут хорошие гонорары, Зощенко и переедет вот в тот самый дом, как его называли, писательский недоскреб на канале Грибоедова. Значит, там был трехэтажный, его построили для дворцового ведомства. Потом для писателей сделали надстройки, его там давали квартиры знаменитым ленинградским литераторам. А у Михаила Зощенко была громадная квартира, там, по-моему, пять, что ли, комнат было, два камина. И потом, когда времена станут меняться и нужно будет уже просто выживать, то с этой самой квартирой Зощенко расстанется. И вот он будет переезжать, переезжать, и в конце жизни окажется в двухкомнатной квартире, которая находится аккурат вот под теми самыми хоромами, что он занимал когда-то. Главная квартира, его последняя квартира, она находится на третьем этаже. И в этом доме, знаете, что примечательно? Огромные подоконники, громадные. На них может поместиться человек. И человек, кстати, помещался. Потому что вот форш, которая была дама, очень плотная, она не могла подниматься быстро к себе. И она на каждой лестничной клетке останавливалась, она у газетого окна. И когда бежали писатели, молодые, звонкие, она их останавливала и там какие-то вещи говорила. И они между собой называли эти огромные подоконники дом культуры Ольги Форш. Зощенко на этих подоконниках, к сожалению, встречала рассветы. Почему? А потому что, когда начнутся вот те самые 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, вот эти вот аресты, когда въезжали вот эти, как говорила Анна Андреевна, черные маруси, вот эти воронки и останавливались возле подъезда, жители открывали окна, чтобы слышать, возле какого подъезда эта машина остановилась, а потом внимательно прислушивались, где эти чекистские сапоги. Идут возле какой квартиры они остановятся. И Зощенко тоже опасался ареста, и ему очень не хотелось, чтобы свидетелем этого стал его маленький сын. И он тогда собирал вещи, вечером выходил и на этом подоконнике сидел и ночь ждал. Вот эта квартира двухкомнатная, она была разделена. Комнату занимала жена Вера Зощенко, которая очень любила красивую мебель. Она покупала в комиссионных магазинах, стенки, какие-то бюро в стиле Людовика, французского короля. А у Михаила Михайловича все было достаточно аскетично. Диван, даже кроватница, кроватка, стол, конторка, возле которой он писал. Он, кстати, как мама. Мама всегда работала стоя, и вот он тоже просыпался утром и подходил к этой конторке, писал. Но здесь такая толстовская история, потому что Михаил Михайлович писал от руки, а потом в его комнату приходила жена, садилась за пишущую машинку, которая жива сегодня, и перепечатывала произведение мужа. Он писал самые разные рассказы. И одна из его книг, она была обязательно, в школе проходили. Это были рассказы детям о Ленине. И я помню один рассказ очень хорошо. Это рассказ о том, как иногда приходится кушать чернильницы. Я уж не знаю, вот юное поколение, может, оно не поймет, о чем я говорю, и я вскопу скажу, да и слава богу. А поколение постарше, наверное, вспомнит и улыбнется. Ну, когда Ильич в очередной раз находился за решеткой в царской тюрьме, то надзиратель заметил в глазок камеры, что он что-то пишет. Он вошел, сделал Ленину замечание, сказал, вы же только что писали. А Ленин сказал, да нет, ничего я не писал. И взял чернильницу и ее съел. Надзиратель сказал, как, вы что, съели только что чернильницу? У вас, наверное, испортилось зрение, ответил Владимир Ильич. И надзиратель увидел, что на книге на самом деле ничего не написано. Это была та самая чернильница из хлеба, в которую наливали молоко. И вот таким образом из камеры Ленин мог посылать какие-то записки своим соратникам. Я помню, на меня это большое впечатление произвело. Я тоже взял белый хлеб, сделал чернильницу, налил молоко. Я уж не помню, написал я что-то или нет, но съел ее точно и получил большое удовольствие. Это все изучали в школах, и имя Зощенко, конечно, было причислено к сонму советских классиков. Потом начнется война, и в 1941 году, когда вся страна встанет в едином порыве, чтобы отправиться на фронт, и Зощенко захочет отправиться на фронт, но его не возьмут. Потому что это была инвалидность после Первой мировой. Мало того, а Зощенко позаботились, был выделен самолет, на котором его из Ленинграда эвакуируют. И эвакуируют его вместе с Анной Андреевной Ахматовой. Ахматовой. Вот знали ли эти два великих ленинградских писателя, как окажется переплетена очень-очень скоро их судьба. Зощенко тогда жил в Алма-Ате, он был в эвакуации именно там, и он пытался писать для театра. Вообще, его произведения очень успешно шли на сценических площадках. Была такая пьеса, шла она на сцене театра Акимова, это на Невском проспекте, в главной роли был Леонид Утесов, и аншлаги были какие-то фантастические просто. И вот даже рассказывают, что однажды раздался звонок в театре из Москвы, спросили, ну как успехи, доложите. И он говорит, докладываем успехи, аншлаг каждый вечер. Нужно увеличить. А как увеличить каждый вечер аншлаг? Пусть будет каждый вечер два аншлага. И в итоге этот спектакль шел два раза в день, неизменно собирал полный зал. А вот когда начнется война, Зощенко напишет пьесу под липами Берлина. И вот это, наверное, был первый раз, когда пьеса провалилась, когда в зале не смеялся никто. Ну и время было такое, которое, конечно, не способствовало смеху. И Михаил Михайлович, наверное, иначе себя ощущал. И все было очень непросто. Хотя когда-то, и наверняка, он об этом вспоминал, спектакли по его произведениям в театре Комиссаржевской, например, шли 200 раз за год. Я вот думаю, боже мой, 365 дней в году и 200 раз идет пьеса Зощенко. Ну, думаю, конечно, у писателей ленинградских вряд ли у всех он вызывал чувство восторга, потому что, ну, куда денешься от зависти, куда денешься от ревности, а уж кому-кому Азощенко действительно было за что завидовать. Ну, а потом он вернется в Ленинград, и он напишет такое произведение. Это рассказ об обезьянке. Там сюжет такой, что в ленинградский зоопарк попадает бомба, которая убивает трех змей, ну, их, в общем-то, и не жалко. А обезьянка, она сбежала. И вот начинается ее странствие по городу, встречи с ленинградцами и так далее, и так далее. Господи, казалось бы, такой безобидный рассказ, но этот безобидный рассказ, я думал, стоил Зощенко не одного года жизни, потому что он вызовет неудовольствие главного идеолога страны по фамилии Жданов, который скажет, что это такое, это значит, Зощенко, он что, не понимает высокие устремления советских граждан будет постановление, постановление о журнале «Звезда» и «Ленинград». И два имени будут в этом постановлении звучать, имя Анны Андреевны Ахматовой и имя Михаила Михайловича Зощенко. И рассказывали, что Михаил Михайлович, у которого была очень такая, ну, непростая, скажем, литературно-личная жизнь, потому что, да, была жена, был сын, но при этом были увлечения, и супруга Зощенко она вообще напишет воспоминания и окажется, конечно, вдовой великой, потому что она сбережет наследие мужа. Но вот когда все еще продолжалось, она напишет такие фразы, что вот сегодня 13 лет нашей жизни с Мишей, а он стоит в коридоре и разговаривает по телефону с другими барышнями. И я, кажется, совсем его уже не знаю. И вот когда были какие-то очередные там у него перипетии личной жизни, и об этом, конечно же, литературный Ленинград знал. И в тот момент выходит вот это постановление о журнале «Звезда» и Ленинград, которое было расклеено, конечно, эти газеты с постановлением по всему городу. И Зощенко, который все знал, убитый совершенно, шел вдоль канала Грибоедова домой, и навстречу ему Анна Андреевна Ахматова, которая тоже фигурировала в этом постановлении, но она не знала еще ничего. И когда Зощенко увидел ее, он бросил всех к ним и сказал, Анна Андреевна, «Ну как же жить-то дальше?» Анна Андреевна, предположив, что это про какую-то даму сердце, он опять говорит, говорит, «Ну как, Михаил Михайлович, ну жить дальше, ну все обойдется». И он просто почувствовал, что крылья у него выросли. Но если Ахматова, который громят точно так же, как его, спокойно, ну может быть, действительно все обойдется, но потом Анна Андреевна прочтет и поймет, что произошло. Зощенко перестали общаться. Те самые друзья, которые, конечно, оказались совсем не друзьями, другую сторону улицы, чтобы только не здороваться с Михаилом Михайловичем. И вот Марья Владимировна Миронова, очень достойная, очень интересная женщина, которой для большинства, конечно, сегодняшнего зрителя хочется верить. Это мама Андрея Миронова, а когда-то прекрасная актриса, которая исполняла такие миниатюры юмористические. Конечно, она с Михаилом Михайловичем Зощенко была знакома. И тут она мне рассказывала, как она приехала в Ленинград на очередные гастроли, аккурат, совпавшие с теми самыми первыми днями после выхода этого стыдного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». И она шла тоже по каналу «Гриба этого», и навстречу говорит Михаил Михайлович, и вдруг я вижу, как он переходит на другую сторону. Я так удивилась, а чего же он поступает именно так, что я тоже перешла, подошла и сказала, Михаил Михайлович, а отчего вы перешли на другую сторону? Вы же меня видели? Я это заметила. Вы не хотите со мной поздороваться? А Михаил Михайлович ответил, да нет, Машенька, я просто не хочу ставить вас в неловкое положение, чтобы вы находили повод, как не поздороваться со мной, поэтому я избавил вас от этого и перешел на другую сторону. Марленев сказал, нет, нет, вы очень ошибаетесь, не нужно так дурно думать обо всех людях. Она проводила его до дома и общаться с ним не боялась. А вообще, добрым ангелом семьи называют Аркадий Сакча Райкина, который Зощенко заказывал произведение. Как говорит Вера Михайловна, правнучка Зощенко, он никогда не исполнял Аркадий Сакчич произведение Михаила Михайловича, но вот эти гонорары, которые он выплачивал за выполненную работу, они семью спасали от голода. А действительно, жить стало очень сложно, потому что Зощенко ведь был исключен из союза писателей и не было возможности просто элементарно покупать продукты. А Зощенко перед тем, как стать писателем, перепробовал очень много работы. Он был и уполномоченным в уголовном розыске, и сапожником работал, в общем, чем только не занимался, и в конце концов вот это все придет ему на помощь, потому что, ну, не печатают, как жить-то. И тогда Вера Зощенко, жена, скажет, Михаил Михайлович, ты же раньше сапожником был, так вот давай, может быть, это. И знаете, что он будет делать? Он будет вырезать стельки, которыми станет торговать, стельки, которые в обувь кладут. И вот эти самые стельки тоже, вот, своеобразный, конечно, был какой-то мазохизм. Знаете, ведь говорят, что у Булгакова была не одна сотня рецензий, да, из них только три нейтральные, остальные ругательные, но он все это хранил. И вот почти так же будет поступать с собой Зощенко. Он будет вырезать вот эти стельки, а продавать их будет возле музея Суворова, вот аккурат под той самой елочкой, которую когда-то выложил, когда его отец делал эту мозаику. Все было очень и очень непросто, но он себе не изменял. И свидетельством тому еще одна трагичная история, которая случилась уже после смерти Сталина, тогда в Ленинград приедут студенты из Англии, и они захотят повстречаться с Ахматовой и Зощенко, ну вот с героями того самого постановления. Их повезут на эту самую встречу. Анна Андреевна, кажется, тогда скажет, я не собираюсь с ними встречаться, а я ей отвечу, а никто не спрашивает, собираетесь ли или нет встречи. Вот Фурштадская 17, это дом писателей ленинградских, они поедут. Студенты зададут вопрос, как вы оцениваете вот то самое постановление? Мудрая Анна Андреевна скажет, что отношения с моим, с правительством, это мои отношения, примерно так. А Михаил Михайлович, это Гранин рассказывал, по-прежнему не понимал законы жанра, не понимал правила игры. И он сказал, ну как же так, я русский офицер, как же я могу признать, что я подлец? А среди прочего Зощенко обвиняли в том, что он был трус, что он не пошел на фронт, потому что он сам хотел идти на фронт, его просто не взяли, но потом вот эта эвакуация еще и будет выставлена против самого Зощенко, что вот нужно было защищать страну, а он там отсиживался в тылу. И он все это сказал, что я с этим, конечно же, не согласен, ну и потом продолжилась эта самая беда. Друзья ему, те немногие, кто остались, сказали, Миша, ну ты что, это конец, это конец. Но потом, правда, ситуация изменится, и Михаил Михайлович Зощенко даже станет членом Союза писателей. Правда, его не восстановят в Союзе писатели. Скажут, но если восстанавливать, это значит, мы признаем свою вину, что-то, значит, было неправильно. Нет, мы его примем как будто в первый раз. И вот его приняли, причем приняли как переводчика. Он переводил с финского на русский, и одно из произведений, переведенных им, я думаю, что многим зрителям, именно зрителям знакомо, потому что есть фильм у Леонида Гайдая, который называется «За спичками». Так вот, это экранизация одного финского рассказа, который перевел как раз Михаил Михайлович. Но ему-то хотелось, чтобы был опубликован его роман, его биографический роман, очень важный для него, который назывался «Перед восходом солнца». Вот я думаю, что и жизнь Михаила Михайловича, она так и прошла в ожидании, когда же солнце взойдет, тем более, что он знал уже, что это такое теплые, жаркие, солнечные лучи литературной славы и читательской любви. А это солнце, закатившись после этого постановления о журнале «Звезда», никогда больше над его жизнью и не взойдет. Но он полагал, что все еще впереди рабочее название этого романа «Ключи счастья». Вот я думаю, ключи счастья любого писателя это видеть свои произведения опубликованными. Это было очень важно для Зоченька. Он над этим романом работал в эвакуации. И когда приехала его, ну, не буду уж уточнять степень близости, знакомая, она была редактором, и он ей показал этот роман, она сказала, ни в коем случае, не смейте даже это все отправлять в издательство. А Зоченька уже отправил. И с этим романом познакомились. И, конечно, была страшная травля, страшная критика. Никогда все это при жизни Михаила Михайловича опубликовано не было. И, увы, последние годы его жизни были трагичны. Он очень беспокоился о пенсии. Ему так хотелось, чтобы после его ухода из жизни, хотя, господи, что ему было, это 60 там с небольшим, так вот, чтобы после его ухода из жизни семья, ну, хотя бы немножко была финансово защищена, чтобы пенсия им полагалась. И он сумеет этого добиться, пенсию ему дадут, но сам он получал ее, ах, как недолго. Он тогда жил в Сестрорецке на своей даче. У него такая была мечта. Ему хотелось жить в доме, неподалеку от которого было бы море, чтобы волны вообще касались даже забора. Ну, забора волны Финского залива не касаются, но там метров, наверное, сто. И вот на этой самой даче Михаил Михайлович проводил свои последние месяцы к нему придут из Союза писателей и скажут, что вот умер Сталин, и давайте мы сейчас опубликуем все-все ваши рассказы. Да вы даже можете их не корректировать, ничего не делать. Просто давайте. Но обязательно нужно предисловие. Вот, чтобы вы написали о том, как над вами издевались и так далее. И, конечно, вы понимаете, о ком нужно это написать, что кто был автором вот всей этой травли. Это мне рассказывала Вера Михайловна Зощенко, правнучка Михаила Михайловича. И Зощенко тогда ответил «Я не был и никогда не буду ослом, который пинает мертвого льва». И Зощенко от этой публикации отказался. Но это тоже штрих, конечно же, к его биографии. А потом наступит лето, лето последнего года жизни Михаила Михайловича. Это был 1958 год, и сердце Зощенко остановится. Великий писатель, которого, конечно, полагалось хоронить среди его великих коллег на литераторских мостках Волковского кладбища, но разрешение не дали. И тогда родственники похоронят Зощенко на кладбище Сестрорецка. А мне кажется, это даже какая-то высшая жизненная справедливость, что, наверное, один из самых народных писателей похоронен на простом народном кладбище. Там очень интересный памятник бронзовый Михаил Михайлович. Сидит, он так покойно сложил руки, и хочется верить, что действительно этот покой он обрел. И что бесценно, это то, что у этого памятника почти всегда цветы. У каждого из нас есть, наверное, свои какие-то важные цитаты. Вот у меня у Михаила Михайловича тоже есть такая цитата. Она звучит так. С каждым человеком нужно обращаться так, словно на нем написано хрупко. Кому, как не Михаилу Михайловичу, было знать об этом, давайте о его словах. Возможно, его завещании. Не будем забывать и мы. Подписывайтесь на лекторий Достоевский. Продолжение следует...